Всем привет! Мы снова в Костка. Наверное, многие ждали видео о нашем рум-туре. Но мы решили купить мебель, сделать перестановку и потом уже снять наш дом. Подробности. Кто сильно хочет узнать, как у нас чего, посмотрите, 11 месяцев назад мы делали рум-тур. Там только комод из Икеи добавился у Софии. А в целом все то же самое. Мы решили купить диван. Вот такой. Видите, какие варианты. его расстановки. И вот сам диван. Он, короче, секционный. Его цена... О, на 100 долларов подешевел. Короче, мы приезжали недельку назад, но оказалось, что Костка не довозит. Мне надо самому нанимать машину и доставлять домой. Потому что здесь у них нет ни грузчиков, ни каких-либо доставщиков. Вот второй вариант. Мы еще раз думаем, какой брать. Этот не раскладывается только вот этим правым углом. Цена у него, видите, 1680. И вот мы в раздумьях. Какой взять. Этот подешевле. Но у него ограничение вот такое. Можно только так его поставить. А в том диване можно как угодно. Так что все-таки придется мне освоить управление грузовичками и привезти себе вот такой диванчик. Скорее всего, будем брать вот такой. Потому что здесь пуфик, если его поднять, у него внутри можно еще положить подушку и прочее. А в другом пуфик не положить. И этот побольше размером. Но тот серый более мягкий. Тот вообще мягенький-мягенький. Этот нормальный, но не такой. Настя выбирает себе для дома одежонку. Ну я испортила. Говорит, да. Осветлила там, пятнышко сделала. Так что выбирает другое. И одно пятнышко. И одно пятнышко. Ну ничего. Кто не работает, тот ничего не ломает. Да, и ничего не портит. Так, ну что, цена вопроса 13 долларов. И сейчас мы идем за продуктами. Настя присматривается еще к вещам. Кстати, курточку мы сдали. Рукава короткие, это факт. Анастасия, рассказывай, что будешь еще? Я просто смотрю, смотри, маечка. Маечка. Слушай, а вот 4 предмета. О, 4 предмета за 19 долларов. Да? Да. Здорово, здорово. Маечка, штаны, футболка и сверху как кардиган. Ну, бери, Настя, бери. Набирай. За недорого. Да? Что думаешь? Я думаю. Она думает, да. Не снимайте. Вырезайте, короче, моменты думания. Сегодня у нас четверг. 2 февраля 23 года. Это для истории. Некоторые спрашивают, а какая дата, когда мы снимаем? Надеюсь, завтра, пятницу, вы увидите. Я возьму, а мы померим, а если что, вернем. Настя, давай ты возьми и ты померишь. Мы мерить не будем. Хорошо? Хорошо. Ну, просто мы, это как-то вот я в таком, ну, вообще не вариант. Я думаю, какого цвета? Какого цвета? Да бери красного, Настя. Бордового. Ну, бордового, да, а что? Будешь какого-то, какая-то непонятного цвета мышь. Ну, можно зеленая, можно черная. Ну, да, по траве ползать, прятаться где-то. Ладно. Не бери, что это поярче, чтобы прямо тебя дома видно было. Отличить можно было от наших зеленых стен, Настя. Наоборот, чтобы ты меня не нашел. Чтобы я не нашел. Чтобы я не нашел. Ладно, понял. Берем апельсинчики. 12 долларов. Почти 4 килограмма. Что, Настя, еще? Рассказывай, громко говори. Это уже лимоны. Я уже четвертый раз забыл микрофон. Я уже считаю себя просто лосем со стажем. Все никак я не подойду серьезно к звукооператорству. Да вообще. Нашего семейного канала. Остатки. Остатки. Ну, ты выбери что-нибудь. Я в тебе верю. Не? А это сладкая картошка. Сладкая картошка. Ну, смотри, вроде ничего с Настей. Не воняет же. Сухой пакет. Сберим соль. 7,29. Ну, что? Запах по душе? Так. Вот такие лимончики, говорят, вкусные. Писали. Спасибо большое, что пишете. Да бери вот эти. Давай попробуем. Эти дорожные. Сказали, что очень вкусные. Давно. Давношние? Ну, бери свежие, которые там, я не знаю, плотные такие еще. Не повявшие. Да. Мягкие? Ну, бери тогда желтые. Следующий привоз тогда. Эти трех. Купим. Другие оранжи. А? Растуха лимона. Ну, может, спичешь что-нибудь, я не знаю там. Кстати, у нас уже давно не было рецептов. У нас вообще видосов нет. Давно. Да? Да. У меня просто физическая работа. Тяну много кабелей по лестницам, по крышам лазаю. Домой приходишь уже просто как дрова. Упал штабелем и лежишь. Так что простите, дорогие зрители. Будем стараться снимать, но пока не очень получается. Да, помидорчики прикольные. Гляньте, как красивенько уложено. Все хорошо. И цена такая. 8 долларов за красивенькие и обычные 4,5. Так, огурцы нужны. В корзинке появились вот эти помидорчики. Маленькие они стоят 5,30. Почти килограмм. Ну, 900 грамм. И Настя помчала за огурцами. Сейчас вот я тут видеооператорством займусь. Да, мы стали покупать такие маленькие. Другие. Ну вот смотри, желтый. А, это перец. Я что-то перепутал. Нет, нам такое не надо. Ну что, найдешь что-нибудь? Возьмем. Ну давай возьмем, попробуем. Там 7 долларов. А большие будешь? Большие не будем брать. Мало кто ест, да? Нет, они не вкусные. Что? Вот эти вкусные. Свежие поедем? Туда в холодильник пойдем? Яблоки надо взять. Яблоки, хорошо. 5,99. 5,99. Анастасия еще прихватила авокадо. Корзинка потихонечку наполняется. Так. Моя жена возмущается, что я называю Анастасией. Буду называть ее Настей или Настенька, да? Нет, называй меня Анастасией. Я не возмущаюсь. Ну, говорит, вообще как-то официально сильно. Да, она же у меня Настя. Так, цена была 8 долларов. И еще... Настенька, как в сказке. Настенька, как в сказке, да. Мы тут... Бананы, сходи. Все, слушаюсь повинность, госпожа моя. Давай, а я буду тележку вызывать. Полтора доллара бананы. У нас сегодня много зелени. И яблоки. А какая цена яблок, Настя? 5,99. Короче, 6 долларов. Две взять, а? Да бери две. Я с пик уже давно не пек как-то. Как-то все одно, то есть другое. А поди что-то дяй. Чего посадить? Я говорю, у нас одни овощи и фрукты. Одни овощи и фрукты, да. Сладости в этот раз в месяц наберем. Зашли в холодильник. Настя выбирает виноград. А куда-то некрасивый. Некрасивый, говорит. Так, где-то там в глубине красота. А вот как будто давнишний похож. Давнишний? Ну, может, он уже просто подоспел. Быстрее дети съедят. Дети нахрен. Быстро съедят. Клубника 11 долларов. Ну, вкусная. Ну, вкусная. Настя говорит, дорогая, но вкусная. Ну, что дорогая, это уже очевидно. А что вкусная, еще надо проверить. Я поеду. Ты поешь. А детям дашь поесть. Ну, если бы, конечно. А, подожди, они черешню просили. Они черешню просили? Ну, сейчас найдем черешню. 6.50. Возьму морковки. Черешни нету. На месте черешни какие-то кусочки там, чего-то нарезанного. Мы подошли к говядине. Анастасия заставляет меня брать одной рукой. Все, видите, двумя руками пакет открыть не может. Говорит, давай, я сегодня буду тележку возить. А ты, говорит, давай все убрать. Руки сухие. Плюнь в руки себе, Анастасия. Настенька. Настейка. Плюнешь, нет? Все, молчит. А сколько стоит? 17 долларов. 25. 25. 25. 25, ясно. Китайский Новый год закончился. Точнее, уже прошел праздник. Видите, какие тут уже палатки висят. Анастасия рыбки прикупила. Теперь берет курицу. Что берешь, рассказывай. Смотрю пока. Она смотрит пока. Мы стараемся покупать органическую без всяких добавок, потому что всякие там гормоны, пестициды, антибиотики, это все как-то на пользу нашим детям и нашим организмам не идет. Что-то я не вижу. Чего не видишь? Я вижу. Не признается, что хочет найти. Говорит, просто смотрю. Я бы помог, но... Видишь, с костями, а мне нужно, чтобы она уже... А вот, возьми вот это. Это филе. Возьми филе. Чего ты так игнорируешь филе? Потому что оно суховатое. Оно суховатое? А ты что ищешь? Ноги без костей? Да. Ноги без костей. Бедра. Понял. Ну, сегодня не тот выбор. Ну, вообще что-то мало. Да. Как бы вот опустело. Свежий завоз будет в ближайшие дни. Но не сегодня. А вот фарш индейки за 18 долларов. Такая двойная. Мы брали. Нам нравится. Так, что-то она вздутая какая-то. Она вся вздутая. Надеюсь, что хорошая. Меня смущает то, что она вздутая. Ну, лучше там до 6 февраля. Используйте или заморозьте до 6 февраля. Что, думаешь, где-то еще по-другому? Да, здесь, смотри, не вздутая. Да не, Настя, она там сильнее нагрелась или охладилась. Чуть вздулась. Они все одинаковые. Ну, я говорю, до 10 февраля, а не вздутая. Ну, видишь, я же тебе говорю, лучше ты бери еду. Нет, бредничает. Говорит, меня заставляет. А потом перепроверяет и исправляет. Вот да. Запомните этот язык, запомните. Настя какие-то канистры увидела. Это что такое? Удобрять. А, удобрять. У меня Настя любительница цветов. Ладно, Адия любитель поесть. Поэтому вот закончился сыр. Возьму. И София просила еще другой, который типа брынзы. Где-то нарезанный. Найду сейчас. Вот такой вот порезанный моцарелла. Софии нравится. Удобно. Она сама берет, прям бутерброда себе делает. Беру сметану. Одной рукой я смогу. А не подорожала сметана? Раньше не меньше она стоила. Нет, Настя? Или такая цена была? Цены поднялись. Цены поднялись? Я пока не знаю. Цена 10.70. Я вот не помню, сколько она стоит. А масло вот это вот, которое ирландское. Масло есть в следующий раз. В следующий раз. Что тогда еще? Чай Липтон? Йогурт. Йогурт. А где йогурт? Йогурт, йогурт. А какой йогурт, Настя? Я-то не помню. А, вот этот что? А, понял. Цена 9.30. Настя, а на него скидка вроде бы. Оп, оп, оп. Будем? Нет, я имею в виду, будем больше покупать. Зачем? В следующей неделе приедем. А скидка аж 4 доллара. Ладно, болтала. Да, на 5.30. Нам нужны капсулы для посудомойки. Сегодня вон скидка на них. Возьмем. А вот они у нас. Это дно как раз видно. Через дно. Что там? Нет, ну тут видно, вот оно. У нас было сильнее. Для чего? Вот написано, здесь ложь. Все. Я, если честно, еще ни разу посуду не мыл. Посудомойка. У меня жена и сын этим увлекаются. Белый? Вон, клеем. Ой-ой-ой. Ультра-клеем. 14,5 долларов. Возьмем такую канистрочку. Так, что? Вот и все. Так, вот наша корзина на данный момент. Мы уже близки к выходу. Покупка завершена. 310 долларов. За что? Чуть-чуть взяли вроде бы. А уже 310 долларов. Ну что, Анастасия, прощаемся. Всем пока. Кто досмотрел, молодец. Всего вам самого лучшего. В следующий раз диван? Да, в следующий раз мы будем диван покупать. Ты не обещаешь? Обещаю. Точно. Да, но обещанного 3 года ждут, не забываем. Да, он мне тоже еще много чего пообещал. Да, да, не жалуйся, не жалуйся. До сих пор в магазине лежит. Все, прекращаю съемку. Пока-пока. Пока-пока.